Мы с вами находимся на севере Керченского полуострова. Наш маршрут будет проходить по холмистой равнинной местности с дико-степной растительностью, в долине грязевых сопок и скалистым бухтом прибрежной зоны Азовского моря. В это путешествие мы с собой взяли только видеооборудование, флягу и зажигалку. Все остальное нам предоставит сама природа. Состав в снаряжении. Комбинированный котелок с флягой, чехлом и шлангом ПВХ. Зажигалка газовая, кремниевая. Коагулянт. С вами Игорь Молодан и мой друг-оператор Максим Симоненко. И добро пожаловать в наш мир, в мир дикой природы. С этой передачей мы начинаем ряд серий о дикой природе Украины. Наши приключения начинаются здесь, на Керченском полуострове, среди бесконечной ковыльной степи и гейзеровых сопок лунной долины. Булганахские сопки Булганахские сопки, самое значительное скопление грязевых вулканов в Крыму, находится на Керченском полуострове в 8 километрах к северу от Керчи, у села Бондаренково. Крымско-татарское название Булганах переводится как «грязный, мутный». За селом Бондаренково, на почти равнинной местности, лежит неглубокая пустынная котловина, в поперечнике около 400 метров. Повсюду голая буровато-серая земля с разбросанными холмиками конической формы. В центре котловины поблескивает круглое озеро, заполненное грязью. Это и есть Булганахское поле с самой большой в Крыму группой из семи грязевых вулканов. Внешний вид грязевых сопок довольно разнообразен. Одни являются уменьшенной моделью настоящих вулканов, другие похожи на озера, немного приподнятые над окружающей местностью. Время от времени грязь вздувается, и появляющиеся на поверхности пузыри с шумом лопаются. Уровень грязи в кратере меняется. Иногда он настолько повышается, что густая масса переливается через края и по отлогому внешнему склону растекается несколькими широкими потоками. Местная грязь содержит полезные элементы – йод, буру, соду и другие. Неудивительно, что воздух около сопок, особенно в летнее время, является целебным. Далее наш путь лежит в бухте рифов. Это в 5 километрах от грязевых сопок. Значит, примерно через час мы будем на месте. Учитывая, что скорость передвижения по равнинной местности составляет около 5 километров в час. Определить направление движения легко по Солнцу и времени. Зная, что Солнце за час проходит 15 градусов, можно рассчитать его положение. Сейчас 16 часов, следовательно, Солнце находится на юго-западе. Берем поправку в 90 градусов и движемся в том направлении. Стороны горизонта по Солнцу определяются по времени наблюдения, из условия, что видимое перемещение Солнца по небосводу происходит со средней угловой скоростью 15 градусов в час. За 6 часов до полудня Солнце находится на востоке, а через 6 часов после полудня – на западе. Для определения азимута Солнца текущее время в часах умножается на 15. При этом учитывается декретное время. Для визуального определения угловой величины передвижения Солнца за один час можно использовать угол между лучами зрения, идущими от глаз через концы разведенных большого и указательного пальца в вытянутой руки, который примерно равен 15 градусам. Природная ценность северной части Керченского полуострова характеризуется в первую очередь наличием большого массива ненарушенной степной растительности. Территориально на этой местности практически нетронутой жизнедеятельностью человека. Расположены урочища Артезиан, Караларская и Осавинская степи. Сейчас мы движемся по территории Осавинской степи, разнотравья которой включают такие полезные лекарственные растения, как шафран, полынь, ковыль и многие другие. Осавинская степь представляет собой значительные степные территории севернее города Керчи и включает участки природной растительности в урочищах Черный Хребет, Великий Вал, Убухты Булганак, Мыс Ахроник и урочища Широкая Бал. Дикая растительность степной зоны очень бедна для человека в пищевом плане. Однако здесь можно найти такие растения, как терн, ежевика, артишок и другие. Найденные нами заросли ежевики не только питательные, но и полезные. Отвар ветвей, цветков и листьев используется при лихорадке, кашле, диарее, дизентерии, как противоядии от укусов змей и скорпионов. Сок используется наружно в качестве бактерицидного и ранозаживляющего средства при ожогах и кожных сыпях. Еще одним источником витаминов в степи является шиповник. Даже недозревшие плоды используются в витаминном напитке. Его мы соберем в чехол из-под фляги, чтобы потом заварить вместе с ежевикой. Беденный животный мир Керченского полуострова. Хоть по дороге мы и встретили куропаток, фазанов и зайца, но поймать их голыми руками нереально. Поэтому я решил поохотиться на более доступную пищу. Сейчас наловим кузнечиков. Они, конечно, малокалорийные, но их здесь... Ох, их здесь очень-очень-очень-очень много. Есть. Один. Вот мы и пришли к бухте Рифов. Но не так быстро, как хотелось бы. Поэтому прежде всего нужно позаботиться об укрытии. Похоже, это кремний. Всего можно попробовать сделать ножик, как это делали первобытные люди. Теперь можно поискать укрытия. Подобная местность не изобилует наличием природных жилищ. Отсутствие необходимой растительности исключает их постройки. Поэтому в ясную, теплую погоду можно ограничиться ночевкой под открытым небом. Конечно, в данной местности тяжело что-то выбрать подходящее. Но я думаю, это будет самый лучший вариант. Здесь сухая трава, которая будет выполнять функцию естественной подстилки. Для разведения костра на побережье проще всего собрать выброшенную на берег сухую растительность. Древесного топлива здесь в достаточном количестве. С помощью зажигалки я развел небольшой костер, на котором приготовлю свой скудный ужин. Сначала поджарю вот эту огромную саранчу. Ловить ее целесообразно лишь в том случае, когда на это уходит минимальное количество энергии. Иначе низкая питательная масса насекомых не покроет затраченных на их ловлю калорий. Съедобными для человека являются около полторы тысячи видов насекомых. Их употребляет в пищу больше половины населения планеты. Пока насекомые жарятся, я приготовлю из ежевики и шиповника витаминный напиток. Нужно помнить, что насекомые могут быть заражены паразитами, поэтому их желательно на протяжении длительного времени подвергать термической обработке. При этом питательной ценностью обладает только брюшко. Лапки, крылья и голова не усваиваются организмом и могут вызвать лишь раздражение кишечника. Думаю, уже готово. Вот и вода закипела как раз вовремя. Важно не кипятить длительное время, чтобы не разрушить витамины, находящиеся в плодах. Теперь можно идти отдыхать. Думаю, ночь будет непростой. Ну и ночь выдалась. Твердо, неудобно и полно комаров. Отвар закончился. Но я покажу, как опреснить воду. Опреснение морской воды. Перегонка, частичное испарение морской воды путем непрерывного отвода и конденсации образовавшихся охлажденных паров. Для дистилляции жидкости необходимы источник тепла, емкость для испаряемой жидкости, герметично установлены в емкость шланг, приемник опреснение. Чтобы вода была относительно чистой, ее лучше набирать вдали от берега. Здесь волны поднимают меньшее количество песка. После этого я разведу на берегу костер, обложенный волнами. Сухая, но просоленная растопка, собранная на берегу, разжигается тяжело и медленно. Придется хорошо постараться, даже при наличии зажигалки. Опреснять морскую воду я буду при помощи обычного армейского комбинированного котелка с флягой. Он хорош тем, кто состоит из трех частей, которые при некоторой доработке могут быть использованы в качестве простейшего дистиллятора. Для этого сбоку котелка, между кромкой и ушком ручки, нужно проделать небольшое отверстие, в которое вставляется любой гибкий шланг, подходящий к диаметру, длиной около одного метра. Горловина фляги закрывается любой пробкой со сквозным отверстием, в которое вставляется второй конец шланга. Под котельник заливается вода, и он закрепляется с помощью дужки на котелке. Фляга подвешивается над огнем за цепочку от крышки или ставится в угли. Дистиллятор готов к работе. Минут через 10 появится пар, который будет проходить по трубке и собираться в котелке. По трубке пошел пар. Это означает, что через час мы получим около 600 миллилитров готовой к употреблению воды. Сейчас попробуем, что у нас получилось. Хорошая вода. Мы собрали необходимое количество жидкости, и теперь нам пора в дорогу. Наш пуд лежит в козе ручек рак. Выброшенный на берег мусор может быть полезен. Отрежу немного веревок каменным ножом. Надеюсь, пригодятся. Пошли вверх. Озеро Чекрак, соленое озеро, расположенное на востоке Крыма, на Керченском полуострове, недалеко от села Курортное Ленинского района, в 16 километрах от Керчи. Точный химический состав илово-сульфидных грязей озера Чекрак не определен до сих пор, но доподлинно известно, что она состоит из уникальнейшего набора соединений и природных веществ и обладает сильнейшими лечебными свойствами. Дорога к озеру Чекрак занимает около двух часов. Идти приходится как по побережью, так и по степной местности. Название Чекрак в переводе с крыско-татарского означает родник и является одним из уникальных грязелечебных озер Европы. Озеро занимает котловину шириной 3-4 километра. Глубина озера не более полутора метров. В восточной части озера, где мы сейчас стоим, находится группа сероводородных источников. Сейчас мы спустимся вниз и проверим их лечебную силу на себе. Применение грязи озера Чекрак в современной медицине дает должный эффект при профилактике и лечении болезней нервной системы, опорно-двигательного аппарата и других заболеваний. Сероводородная грязь применяется в косметологии для очищения и омоложения кожи. Для получения необходимого результата рекомендуется 2-3 раза в день намазываться грязью на протяжении недели. Дальше мы отправились к генеральским пляжам. Пробираться вдоль побережья тяжело, но интересно. На побережье больше шансов найти пищу. В подобной местности приходится постоянно преодолевать возникающие на пути препятствия, двигаясь по скалам, то вниз, то вверх. Порода скользкая, еще и осыпается. Полностью отламывается. Надо еще перепрыгнуть здесь. Береговая линия изрезана неприступными обрывистыми уступами, скальными нагромождениями и открытыми бухтами с песчаными пляжами. Здесь можно увидеть неглубокие гроты и арочные своды, создававшиеся на протяжении веков солнцем, ветром и водой. В западнее озеро Чакрак расположено ряд диких бухт, интересных своей формой и красотой. Мы дошли к бухте Широкая. Прямо передо мной расположены генеральские пляжи. Здесь в советские времена отдыхал высший офицерский состав. Мы же спустимся вниз и попробуем отыскать что-нибудь поесть. До темноты оставалось еще около двух часов, чем я и воспользовался. Отправившись к отдельно расположенным камням в поисках мидий. К большому огорчению их там не оказалось. Мы издали, увидели несколько пещер. Сейчас проверим, можно ли в них укрыться на ночь. Вот, на мой взгляд, подходящая пещера. Попробую туда забраться. Пещера оказалась просторной. Я думаю, нам двоим хватит. После обследования пещеры для создания комфортных условий мы за 15 минут собрали нужное количество природного подстилающего материала. Лежак у нас вполне комфортный. Только спать придется на голодный желудок. Мы с Весново сегодня так ничего и не нашли. Вот и закончилась наша морская часть путешествия. И мы отправляемся на юг, в Кароларскую степь. С собой мы прихватили еще две выброшенные на берег бутылки пластиковых. Надеюсь, они нам пригодятся. Кароларская степь представляет собой степные территории с холмистым рельефом. Массив Кароларской степи занимает территорию северной части Керченского полуострова. От села Золотое, находящаяся на берегу Казантипского залива, до села Курортное на восточной оконечности озера Чикрак. На севере ее граница проходит по практически неосвоенному побережью Азова. На юге упирается в массивы сельхозугодий местных поселковых советов. Вся северная часть представляет собой плоскогорье, которое ближе к центру переходит во многочисленные хребты и холмы, поросшие только одной травянистой растительностью. Кустарников почти не встречается. Здесь обитают ящерицы, змеи, различные грузны и насекомые. Также гнездится множество птиц, большинство из которых занесены в Красную книгу. Караларская степь является царством смертельно опасных каракуртов и менее ядовитых тарантулов и скалопендр. Мы прошли всего 16 километров, но уже чувствуется усталость. Трехдневное недосыпание, недоедание сказывается рано или поздно. Нам еще осталось пройти столько же. Караларская степь сочетает как низкую, так и выше двух метров травянистую растительность. Передвигаться в такой местности, как правило, не составляет особого труда. Караларская степь является одним из самых живописных мест Керченского полуострова. Она покрыта холмами, равнинами, а также вот такими вот речушками, которые к концу лета пересыхают. У нас закончилась опресненная морская вода, а вдали я вижу зеленую растительность. Судя по всему, там должен быть водный источник. Мы спустимся туда и наберем там воды. Вода стоячая, а значит, может быть заражена. Причем в этой местности находится могильник ядерных отходов, а это вносит некоторые коррективы в очистку такой воды. Раньше в школьных походах загрязненную воду мы очищали марганцовкой или йодом. Когда я служил в армии, на полигонах вода обеззараживалась хлоркой и таблетками пантоцида. Все они хороши для очистки воды от болезнетворных бактерий, но совершенно непригодны для очистки воды зараженные радионуклидами. Но, к счастью, наука не стоит на месте. И сейчас появились коагулянты, отвечающие всем вышеперечисленным требованиям. Вот такой пробник объемом 20 мл способен очистить 20 литров воды. К тому же, такой коагулянт можно использовать как наружно для обработки ран, так и внутрь при кишечных заболеваниях. После того, как смешаем коагулянт с водой, через 3 часа ее можно будет уже пить. Переносить бутылки с водой в руках неудобно, поэтому я и воспользуюсь теми веревками, которые я раздобыл на побережье. Сейчас мы свяжем две веревки вместе. чтобы ее удлинить. Крепко. А на концах свяжем затягивающуюся петлю. Одна петля. Пороска от бутылок затягиваем. Вот теперь у нас получилось устройство для переноски воды. Прошло минут 30 и уже видно, как все вредные вещества сконцентрировались внизу в виде осадки. Я уверен, что такую воду уже можно пить. все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы пришли в конечную точку маршрута, на когда-то секретный аэродром Багирова, где в советские времена базировались стратегические бомбардировщики с ядерными боеголовками на борту. И в наше время здесь еще осталось хранилище ядерных отходов. В этих местах не прекращается распашка земли под зерновые технические культуры, а также виноградники. По свидетельствам местных жителей, только за последние годы распахано около 100 гектар дикой степи. Новых землепользователей не смущает даже статус заказника. Нераспаханные площади интенсивно используются в качестве пастбищных угодий, что не может не тревожить. Ведь в Украине осталось не так много мест, где можно прикоснуться к дикой природе и ощутить себя не хозяином, а ее частью. Вот и закончилось наше трехдневное путешествие по диким местам Керченского полуострова. А впереди нас ждут еще более увлекательные приключения в украинской пустыне, болотах, горах и лесах. Следите за анонсами и не упустите возможность окунуться вместе с нами в мир дикой природы. И помните, что не природа убивает человека, а страх перед ней. Субтитры создавал DimaTorzok